Добрый день, добрый день любителям истории нашего края, нашего региона Это историческая программа, сделанная в Вятке Меня зовут Владимир Сметанин И сегодняшняя передача будет посвящена одной очень интересной Ну, иногда, конечно, грустной, задумчивой истории Там разные у нее оттенки История эта продолжается вот уже 25 лет, четверть века И название этой истории «Дороги деревенские» Я имею в виду известную в нашем регионе телепрограмму «Дороги деревенские» автором и ведущей Которой на протяжении этих 25 лет является Ольга Николаевна Лушникова И Ольга Николаевна сегодня в нашей студии Добрый день! Добрый день всем! Поздравляю вас с такой датой Спасибо большое С 25-летием Вот вы знаете, я нашел заметку, где говорилось о дне рождения программы о 20-летии Вот там прям читаю сейчас, цитирую За это время, за 20 лет ее авторы объехали пол России и всю Кировскую область Ну вот за 5-то лет, наверное, уже и всю Россию удалось объездить А вот в последнее время все меньше И еще раз проехаться по Кировску Почему? Ну вы знаете, сменились как бы руководители департамента сельского хозяйства Подождите, Алексей Алексеевич уже много-много лет Ну я начинала, я ведь еще помню Егора Андреевича Гафонова, когда работал Потом работал выдающийся руководитель, выдающийся аграрий Алексей Петрович Логинов Вот при нем был расцвет программы И он считал, что мы не можем здесь вот только Это 90-е, соответственно, надо еще Да, это 90-е годы самые трудные Когда он пришел, уже готовили карточки хлебные И тогда он создал при Агроснабе продовольственную корпорацию То есть очень сложный период, но решение было правильное И аграрии не хотели даже сеять, не могли сеять Он, значит, Агроснаб покупал у них, приобретал продукцию И взамен горючее Они не могли купить горючего, они не могли купить семена Агроснаб всем обеспечил Баш на баш пришлось, да? Баш на баш Это была очень правильная оценка ситуации И такой талантливый ход Вообще человек удивительно талантливый И команда, у него была выдающаяся команда Алексей Александрович Чекилев Один из лучших агрономов России Лидия Ивановна Лаптева, зоотехник Владимир Александрович Домрачев Агропромсоюз и так далее Ну, в общем, там собрались самые талантливые люди И самое главное, что Алексей Петрович подбирал Таких руководителей, которые бы по уму Не просто соответствовали в этой отрасли А знали намного больше в данной области Ну, Алексей Александрович Чекилев Это один из самых талантливых людей Кировской области Агроном по образованию Ну, по образованию И был главным технологом области Благодаря ему Кировская область получила корма Он научил получать корма, чтобы были высокие надои Но об этом очень много можно рассказывать Ну, безусловно А с чем связано все-таки то, что вы ездите Сказали вы, не очень много уже в последнее время по области Потому что все, что было в России, мы завезли Это одна из причин Ну, вот мы привезли эту технику, эти технологии Говоря мы, уточните, пожалуйста С Чекилевым С Чекилевым Логинов Чекилевым Ну, Логинов не ездил Он просто помогал нам финансово, чтобы поехать И давал машину Мы ездили с аграриями Тогда был очень сильный корпус Я не хочу сказать, что сейчас слабый И сейчас сильный аграрный корпус И мы ездили, привезли современные технологии Значит, на Западе мы доехали до Гомеля Белоруссия, соответственно Белоруссия, да Очень тяжело тогда жила Но там ученые очень интересные были С почвой интересно работали По югу мы доехали до Белгорода Белгород, Орел Вот все вот эти города, области, Рязань, Орел Мы встречались с самым выдающимся губернатором России Тогда был... Губернатором какого региона? Орловской Орловской области, да Вот, встречались там И они тогда уже занимались почвой Обработкой почвы Вот по методу Мальцева, что ли, Терентия Семеновича Если радиослушателям известно это имя Это выдающийся академик, народный академик Который сказал Пахать это преступление То есть, вот Алексей Александрович Килев Сделал революцию в земледелии Здесь, в Кировской области Ну, наверное, пахать не везде преступление А в регионах рискованного земледелия, так скажем, как называют Вы знаете, вот Мальцев и отчасти Чекилев считают, что у нас регион недостаточно рискованного земледелия Можно сделать чудеса какие-то Нет, но если мы посадили картошку, она вырастет Ну, есть, конечно, риск Есть Но все-таки зона рискованного земледелия Это Казахстан Это юг России Потому что там пыльные бури И когда они возникают Сметают все, что посеяно Я вот видела в Казахстане Я после университета Работала в Казахстане И видела эти пыльные бури Когда в одном метре не видно человека И вообще чего И когда рассеивается пыль, то посевов нет Вот это и есть Строев его фамилия Егор Семенович Строев Самый выдай Называли его великий крестьянин России Егор Семенович Строев Он очень много сделал для области Ну, так вот, что-то рано он ушел В смысле, с поста Ну, не знаю, причины просто не знаю Вот, но он там заложил основы Рыночной экономики Агрофирмы Холдинги Вот это от него Логинов туда ездил Перенял И вот при нем началось это движение То есть вот эти 90-е годы Которые все клянут Но у них была и надежда Понимаете? Вот, надежда И политическая надежда была Я не очень люблю говорить о политике Потому что не политолог Но, скажем, Горбачевская эпоха Очень много дала России И могла очень дать много крестьянства Ну, как-то вот не случилось Конечно же, хочется сказать слова благодарности Вам за вашу передачу, конечно И многие, я думаю, слушатели К этому присоединятся Потому что, ну, во-первых У меня деревенские корни, да Я прекрасно понимаю Я слежу за вашей программой И передачи Спасибо Ну, они очень разноплановые По эмоциональному содержанию В том числе Они навевают там на сердце И радость, безусловно, да За наше сельское хозяйство Иногда и отчаяние, и горесть То есть самые разные эмоции Скажите, пожалуйста То же самое, наверное, и чувствуете и вы Как автор программы, да Зачастую Вот как вы справляетесь С какими-то тяжелыми очень моментами Когда действительно тяжело Морально Ну, у меня такой простой, что ли, метод Может, это и не метод А просто выход, что ли Я звоню людям, которые мне очень близки Вот до сих пор мы дружим С Алексеем Петровичем Логиным Он консультант нашей программы И когда какие-то вопросы такие сложные Очень сложные в экономике Да и в психологии хозяйства И людей, которые там живут Я звоню Алексею Петровичу Логинову Вот, к сожалению, он рано очень Ушел с работы Потому что заболел Вот И... Ну, я считаю, что он знает Все Или почти все И вот в этом году был обвал с молоком Цены Обвал закупочных цен На сырье Да, и мы потеряли где-то 500 миллионов за полгода Аграрии потеряли Я ему позвонила Я ему позвонила И он через какое-то время перезвонил Говорит, вот так надо То есть ситуация такая же, когда хотели карточки И он, вот понимаете, вот Ну, он даже не консультант Даже не консультант Рейпинг Геннадий Спиридонович Совершенно выдающийся человек Был его замом Ему тоже звоню Вот Они Ну, по-разному успокаивают По-разному Логинов, он всегда видит перспективу И в сегодняшнем дне Ну, такое За любым негативным моментом Да Готов разглядеть и проблеск Да, да, да Потому что он говорит Вот мы же создавали агрофирмы Никто не верил Мы хотели, чтобы крестьяне имели производство Переработку и магазины Все кричали Аграрии Там были очень большие споры Но он всех посадит за большой круглый стол И говорит Так, 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 так Вот так коллеги проводил Так вы, как вы, как вы Как говорите, говорите, говорите Вот То есть вот В таком плане проводил Они не хотели Они говорят Мы крестьяне, мы будем производить Сегодня Он правильно тогда говорил Подожди Время все должно Изменить Но это мудрость, да, ведь Правильно я понимаю Время лечит, да? Да Время лечит Время подсказывает И сегодня вот Я из Тужинского района приехала И там уже фермеры Производство Переработка Магазины То есть обращаются к этому Кто-то удачно Кто-то неудачно Но тогда была очень большая поддержка Государственная поддержка Когда это все начиналось Да и многое другое Вот Чекилев тоже говорит Алексей Александрович Что Ну вот Не все Понимают Безотвальную обработку То есть Безплога Безплога Безпложную А время должно Время-то мы упускаем Почву-то Ведь понимаете Ведь безотвалка Она не дает большого урожая Большего, чем отвальная Но она сохраняет почву А разве есть Большая задача У региона И вообще у крестьян Чем сохранить почву А сохранить значит Урожай будет на следующий год И на следующий год И так далее Вперед Вперед, да На взглядную перспективу Безусловно Ну 25 лет Вы, что называется Плечом к плечу К нашему сельскому хозяйству Не знаю, насколько Корректно ставить такой вопрос Но Когда Самый был взлет На вашей памяти Нашего аграрного комплекса В Кировской области И когда Самое падение такое Вот всю основу Сегодняшних успехов Заложила команда Логинова Вот эти специалисты И надои И урожаи То есть они В растеневодстве В животноводстве Привели все в систему В области И вот тогда был взлет Только результат это Через несколько лет Но основа заложена Была именно тогда Но вместе с тем я скажу Что нынешний Глава департамента Министр Он Поддержал эту ситуацию Котлечков мы имеем Да, Котлечков Алексей Александрович Котлечков Алексей Алексеевич Алексей Алексеевич Котлечков Поддержал эту Систему Но что-то изменил Что-то нет Понимаете Вот я убеждена Что Вот нужно у коровы Родиться Чтобы управлять Хозяйство Интересное Соображение Ну так Ну образно Если сказать Ну не буквально Конечно Что нужно Вот познать Этот крестьянский мир Он очень Поэтичный Очень тонкий Они ведь Они ведь Вот не такие люди Как мы Вы знаете Вот мне недавно Одна глава поселения Позвонила И говорит Ну-ка Николаевна Спасибо Что ты нас За людей Считаешь Да Не то Что ты там Хорошую программу Что она там Красивая Что там Проблемы Очень серьезные Подняты Она все это Понимает Что-то Поднят Какие-то Проблемы Подняты Какие-то Нет Ну вот Понимаете Какой Отзвук Иногда Вызывает Программа А ведь Это Очень Актуально То есть Не всегда Они у нас Люди Вот В полном Понимании Этого слова Ну конечно Все У них Немножко Не так Как в городе Тут рассказывать Не надо Ну Прекрасно Знаем Да Конечно Да Еревенский Оклад Он иной Там Иногда Проще Иногда Замысловать Да Да Но они Особенно Я никогда Не понимал В целом Если брать Всех У нас У всех Корни Крестьянские Корни Что Стивилизация С людьми Делает Когда мы Начинаем С каким-то Презрением Относиться Что-ли С каким-то Скепти Колхозник Колхозник А вы знаете Подрубили Крестьян Это плохо Плох 17-й год Ну Ведь Больше всего Было в России Раскулачено Крестьян Ведь больше всего Пострадали Крестьяне И священники Это По летописи Солженицына Вот Больше всего У них там Цифры Все В нашей области Очень сильно Пострадали И вот Мы сейчас С Леонидом Григорьевичем Трушником Это ректор Института Агробизнеса Совершенно Удивительный человек Из команды Логинова Он при нем Начинал Алексей Петрович Ему помогал Все это создать Он там Все создавал И вот он Он объявил Конкурс Самая красивая деревня Кировской области Его инициатива Конкурс Как раз сейчас Проходит Он закончился А закончился Да Уже жюри Подвело итоги Итоги не буду Говорить Нельзя Мы Надеемся Что посвятим Эту отдельную Программу Обсудим Этот вопрос Вернее уже Обсудили Договоренности Есть Да Договоренности Есть И вот он Проводил Этот конкурс И мы Смотрели Эти деревни Я была В очень Многих Деревнях И вот Они Конечно Очень тяжело Живут Ну вот У них Любимая Поговорка Надежда Умирают Последние Они все На что-то Надеются Вот Ну а выход Как вы сказали Вот Поговорю С Трушниковым Поговорю С Лойгиновым Поговорю Геннадий Перепенович Репин С Чекелевым Они какие-то Вот очень Мудрые Вот Нет Это дает Уверенность Да Уверенность Я бы не сказала Нет А что Ну дает Желание Дальше Работать Ну некое Просветление Что ли Ну да Возможность Сбросить Вот этот Лишний Да Ну конечно Отчаяние Часто бывает Вот если раньше Мы в первой Половине Программы Вот когда был Расцвет Ее И расцвет Были Точки Такие Для расцвета Области Как бы Существовали Вот То сейчас Мы очень много Занимаемся Социальными Вопросами Увы Ну не то чтобы Увы Без этого И не обойтись Безусловно Раньше меньше Раньше технологии Вот Что такое Почва Что такое Растение Чтобы вырастить Урожай Надо понимать Жизнь Растения И жизнь Почву Вот когда Это Совмещается Понимают Плохо Да Очень редко С чем это связано Плохие учителя Не желают Вникать Что это Не один раз Один глава района Не буду называть Какого спросил Ольга Николаевна Почему у нас урожаев нет Вас спросил Меня спросил Северного района Мало Умана Гектар Пашни Понятно Это выражение Чикелева Он просто повторяет Выражение другого Выдающихся Выдающихся Журналистов Нужно много ума На гектар Пашни Все идет От почвы Земля Это вот они Очень сердятся Когда говоришь Земля Земля на кладбище Почва 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 живая Вот Соединение растений И почвы Вот Умелая Или неумелая Умная Или неумная Они Кристиане Они очень консервативные Очень И в социальных вопросах Сейчас вот Остро очень социальные вопросы стоят Дело в том что Министерство сельского хозяйства Кировской области Мало занимается социальными Вообще-то это может быть и не их дело Я ничего тут не могу сказать Дороги они не прокладывают Но Школы они не строят Они вот занимаются У них поля и фермы Но это прерогатива конечно Других Да Учреждений Министерств Вы говорите о том Почему бы не координировать эту работу Или что Да Об этом вот Фат Мудрисович Хайрулин Говорит Руковаритель Вятка Плем Вятка Плем Тоже из команды Логинова Вот остались эти люди Вот Он везде эти вопросы задает Он пытается По собственной инициативе Его никто не просит Никто ему не говорит Делай вот это А он все собирает Собирает Три раза уже собирались По сельским территориям Ноль Пока ноль Вы ведь работали В такой Один из таких Очень непростых Сложных периодов Это стыки Я имею ввиду Девяностых Двухтысячных Когда у нас массово Вот этот процесс шел Развалы хозяйств У меня честно признаться До сих пор личная обида Вот такая личная Какая травма Драма В моей родной деревне Тоже собственно Не стало никакой Ужимский район Ужимский район Савинова Знаю бывало Давно Ее нет Ну в смысле Нет деревня есть Но хозяйства нет Хозяйства нет Я имела ввиду Да Даже знала там руководитель Да Вот личная какая-то Вы знаете Такая вот обида За то что Огромное количество Территорий Пашни Да сейчас стоит Просто без дел И все давным-давно Заросло Как Вот что вы переживали В тот период Пытались Вы знаете Ну меня очень Осветить Да конечно Пытались Объективно Рассказать Про это Но видите Не всегда Он с душой Ладит Я то По натуре Своим человек В 89 В 89 Я знала Что собирались Фермеры Под Москвой Их значит Приветствовал Михаил Сергеевич Горбачев Он прислал Телеграмму Который Упомянул Что это Путь России Ну он вообще Был за частную Собственность С самого начала С какого года Я не знаю Ну помню Да Он был за частную Собственность Он видел Россию Другой Чем скажем Сегодня Россию Человек Совершенно других взглядов Фундаментальных знаний Во всех Областях В том числе И в сельском хозяйстве Фундаментальнейших знаний Человек Вот Я считала Что Колхозы Вот мое мнение было Что колхозы Разрушатся Обязательно Это ложная Система Вот я сейчас Приехала Из Тужинского района И мне Главный зоотехник Одного фермерского Хозяйства Говорит Я говорю Ну как у вас коллектив Хороший Сколько человек Там 6-8 Как они вообще Раньше там Война была Между зоотехниками Ну такая Знаете Словесная Она говорит Очень хорошо У нас фермер Хозяин Раньше я Шла говорить На ферму Она давно работает Как на битву Значит Доярка мне Это не так делаешь Это не так Председатель делает Вот это плохо Это А сейчас я иду Все нормально Дисциплина Очень хорошая Вот Есть хозяин Понимаете Ведь вот Терентий Семенович Мальцев Выдающийся Человек Который вот Беспложную обработку Внедрял у нас В Сибири Он Я была у него На семинаре Случайно Еще когда В университете Училась Проводили семинары И как-то попала Я туда Мы едем По колхозу Все заросло Ну Сорняки Все Приезжаем Девянки Мальцева Все чисто Урожай высокий Я говорю Терентий Семенович Почему Тут так А тут так Он так Посмотрел на меня Ну вроде Ты не понимаешь Ты понимаешь Что тут я хозяин А там кто Вы понимаете Вот это основа Сельского хозяйства Поэтому Хозяйский подход Да Хозяйский подход Ну конечно С фундаментальными знаниями Которых Очень не хватает В России Места Хозяйства Куда вы Из раза в раз Готовы возвращаться С уверенностью Что там все в порядке Вот там работают Любимчики Что называется Есть Как у вас Как у тележурналиста Ведущий программу Ну я очень раньше Любила Ну по старому Назову колхоз Искра Какая темнического района Там были очень сильные руководители Впосредственно Рядущих Пускатил Да И сейчас неплохой руководитель Ну я любила Это хозяйство Со всеми его Трудностями Проблемами Мы сняли тогда Очерк Еще с Кимом Худяем Царствиями небесных Оператором вашим Оператором Да Долгое время вы работали Да Долгое время работали Он умер В 2010 году Внезапно Скрытости Мы тогда сняли Очерк у нас Назывался Один колхоз Две трагедии Это о чем было? Это было Как руководил Хозяйством Председатель Который вернулся Герой социалистического Труда Вернулся с войны Глухой Немой Потом он как-то Немножко поправился И поставил это хозяйство Создал искорку Ансамбль То есть он на культуру Обращал Не хлебом Единым Вот А потом Его вызвали в обком И говорят Что-то там Какое-то замечание А не выбирай Больше не Не это Не надо выдвигаться Он бросил парк билет Значит Сказал очень Серьезные слова Не могу их повторить Мужские Мужские Да Вернулся Грубые Грубые Вернулся И Было собрание И его не выбрали Люди Которым Он создал жизнь Я брала у него Интервью Последнее Когда Перед смертью Случайно тоже Я говорю Вот если бы вы сейчас жили Кем бы вы стали Он говорит Фермер Вот понимаете Вот в этих словах Очень большая правда Пришел второй Потом пришел Выбрали они Комсомольца Бывшего главного Ну главного комсомольца района Ну как это называется Не знаю Ну в общем Ну мы понимаем Да Руководил комсомол Все там упало Запустение Значит Ронжин Умирает Пишет письмо Директору мясокомбинации Анатолию Прокопьевичу Родионову Толя Возьми моё хозяйство Родионова выбирают Он пять лет работает Поднимает хозяйство И умирает Очень рано Вот Один колхоз Две трагически Умирает Ну В общем-то Он своей смертью Конечно умер Но у него был Букет болезней Логинов ему Взывал вертолёт Чтобы его спасти Но он не удалось Вот Вот Такие сюжеты Они конечно Интересны Вот Много я тогда Мы тогда с Кимом Много делали С оператором Таких материалов А сейчас Больше вот Как я сказала На социальные вопросы Ну давайте Социальных вопросов Немножко коснемся Да У меня сейчас Очень кстати Хочу подчеркнуть Да Очень хороший оператор Сергей Вожжаев Ага Молодой Да Очень талантливый Да Надо сказать Что современные Собственно Технологии Позволяют Непосредственно На телеэкране Да Наблюдать программы Дороги деревенские Я знаю На канале В ютубе Да Телекомпания ТНТ-43 Регион активно Выкладываете Да И у нас свой сайт Фермерский Да Смотрятся Смотрятся они Как на одном духу Что называется Это 10 минутки Да Вешага фермер Каждая передача 10 минутка Вот пожалуйста А как кстати выбираются Места Куда поехать А никто Вот меня все спрашивают Вам кто-то говорит Я говорю Никто ничего не говорит Вы по какому-то сигналу приезжаете Иногда по сигналу По сигналу Ну вот например Вот та поездка в Орлов О которой мы говорили Помните Да Там по сигналу По сигналу Когда люди говорили о том Что они едут на прием Да В районные центры Цирками называют Да И как цирки их принимают Да Цирки как принимают Но сейчас кстати есть движение там В положительную сторону Вот Да Там Люди позвонили Я ездила туда по-моему Раза три Сначала Дом культуры смотрели Бывший глава поселения Показывал Очень хороший Галамидов Глава поселения Бывший Вот Вот по сигналам ездим Дальше Я люблю например Такие темы Связанные С православием Сама выбираю Никто не выбирает Много у вас программ Да Таких Где говорится О храме О внимании местных жителей К восстановлению Да Вот сейчас мы готовим передачу 30 октября У нас день Жертв политических репрессий Ведь День памяти Жертв Политических репрессий Каждый год мы делаем передачу Там были раскулачены Там были Репрессированы Ну Разные были люди Дети Их внуки А вот сейчас мы готовим священники Потому что в июле был Царский день памяти Столетие Со дня Расстрела Расстрела Николая Второго Да Вот И Я была 400-летие Когда было Дома Романовых Меня пригласило общество Дома Романовых Мы В 2013 Соответственно Да Да Мы плыли из Петербурга Да Через Екатеринбург Москву Петербург Ну где на поезде Там вот это последний путь Вы имеете Последний путь царской семьи Да Последний путь царской семьи Да Там собирались журналисты Очень было интересно До Костромы мы плыли Потому что в Костроме Ведь начиналось все Романовы Вот И Конечно я очень много тогда узнала Николая Второго Фигура очень сложная Вот И вот эти царские дни Романовых К столетию И мы значит записали Очень интересное Интервью В селе В Зуевском районе Суна Село Суна В Зуевском районе В Зуевском Есть такое село Красивое Кроме Суны районного центра Да Кроме Суны районного центра Еще есть Вот там есть очень священник Настоятель храма Андрей Возжейников Очень интересный Он вот собирает Значит Сведения О тех О погибших Расстрелянных Священников Они выпускают Книгу Сейчас Вот я ездила К нему Очень интересно Он рассказывает И говорит Вот так Жизнь Замыкается По кругам По кругам Я говорю Как это Ну вот например Там у них жила Матушка Старинная Ну в общем С царских времен Она жила Она ездила В священные Всякие места Встречалась Был такой Священник Знаменитый Островидов Островидов Она встречалась С Островидовым Вот Островидов Встречался Значит С теми Кто сидел В ГУЛАГе Кто был репрессирован Кто был репрессирован В том числе Знаменитые люди Вот И Я тоже с ними Встречался А он со мной Встречался Вот он говорит Вот образовался Круг Вот этих людей Вот чем больше Кругов Тем будет Правильнее Жизнь Вот Ольга Лошникова Автор и ведущая Программы Дороги Деревенские Мы Привручили эту Программу К 25-летию Передачи Дороги Деревенские Сейчас небольшая реклама После которой Мы продолжим Продолжается Программа Сделанная в Вятке Ольга Лошникова Автор и ведущая Программы Дороги Деревенские 20-летие 25-летие Эта передача Отмечается Как-то по-особому Кстати Ольга Николаевна Будет Или просто в душе Вот это Душе Очень много Поздравлений Я получаю И По телефону И Приезжают люди И вот Из Уржума Приезжали Из Орловского Района Приезжали И присылают Различные Поздравления На имя Начальства Вот А так Вот В стилете Мы отмечали Но тогда Был Владимир Невать Сергеенков Жив Жив Был Да Мы с ним Ну не очень Контакт у нас Сильный Серьезный был Потому что Ну немножко Разных взглядов Мы Вот А вот Когда он ушел В отставку Мы стали Очень дружить Это часто бывает Ну он Человек С должности Уходит Как-то Он раскрывается Ну он замечательный Был человек Как человек Замечательный Ну не зря же Владимир Нилович Многим называют Народным губернатором Совершенно До сих пор Народный Народный Во всех смыслах Плюсы и минусы Народный Да Как он говорил Как он выступал Да Как он умел преподавать Меня поразило Что он приехал На ГТРК Я тогда работала У нас были Программы Мы очень критиковали Логинов Поощрял Что мы критикуем Областную власть Да Он очень поощрял И что мы Аграрьев Критикуем Руководителей Которые В колхозе Засели И идут К смерти Он очень это Не одобрял Вот И Владимир Нилович А он любил колхоз Ну так Жизнь у него Была устроена Вот Он приехал И говорит Вот Это ведь правильно Что только Николай Она говорит Я против А мне это нравится Это честно Вот понимаете Он честный В человеке Но это очень редко бывает В людях Ну Вспомните Как у нас Говорят Например Ну Различных партий Люди Только так Только так Нет А журналисты Они конечно Сегодня Это Такая вот Боль моя Журналистика Поподробнее Пожалуйста В чем боль Ну Информация Это очень Интересная Такая Проблема Информации Ее надо Любить Понимаете Надо гоняться За информацией Надо радоваться Вот я говорю Вот Председатель колхоза Имени Кирова Получил Единственный Из области Получил Заслуженного Деятеля Нет Не деятеля Как у них Заслуженный работник Сельского хозяйства Какой район Оречевский район Колхоз Кирова Их ведь у нас по-моему Не один Имени Кирова А Имени Кирова Да 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 Вот А Никому не интересно Не интересно Как не интересно Вообще Сельское хозяйство Оно не интересно Журналистам Кировской области Они его не знают Не хотят узнать Не потому что Это так уж сложно Не понимают Ошибок Море Море просто Вот Что не фраза Ошибка В газетах На телевидении Ну Не перечесть Вы звоните Пишите Нет Поправляются Нет Неудобно Пусть это остается На их совесть Неудобно Ну Я же не академик Я не преподаю нигде Вы человек с опытом Большой моб Ну так что Я хочу еще Вас спросить С такой стороны Журналистской деятельности Безусловно Приятной Это Можно воспринимать Наверное Как некая награда Часто ли было В вашей творческой карьере Когда ваши программы Помогали Сдвинуть Дело С мертвой точки Исправить Что-то Когда чиновники Начинали Суетиться Шевелиться И приводило К хорошим результатам Не часто Не часто Нет Вот когда был Алексей Петрович Логинов Он сразу Разбирал Эту ситуацию У себя Приглашал этих людей Тогда было Да Ну тогда были Сложные вопросы Решались Технологически А сейчас Не менее сложные Социальные Ну вот последнее Это вот Лебяжский район Село Сенцово Там деревня Сенцово Хотели закрыть школу Но удалось Не только Детяшек потому что мало Да Но понимаете Школа Культурный центр Ну да конечно Вот Культурный центр Туда Там театр самодеятельный Там хор Там танцевальный Туда приезжают Из разных районов И Дети Совершенно удивительные Вот Журналист Не я Другая Журналистка Спросила Кто в России главный Мальчик Второго класса Сказал Удивитесь Пушкин Пушкин Да Не Путин Пушкин 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 А какой Пушкин Поэт Пушкин Неожиданно Да Вот понимаете Они учат Вот Учат индивидуально Очень интересно Вот удалось Эту школу отстоять Ну не только Программа Там И Присоединились Агропромсоюз И Фат Материсович Хару А что конкретно Пришлось предпринять Все таки А только Доказательства Только доказательства Ну Просто Ну они на суд Обратились Посоветовали Суд Прокурор вынес Своё решение Ну Как я не скажу По юридически Ну Своими словами Скажу О недопустимости Закрытие школы Как социально-культурного Центра Вот Удалось Вот школу отстоять Вот в Орловском районе В Цепелях Какие-то изменения Есть Там Здравоохранение Да Здравоохранение И детский сад Там Водопровод был Гнилой весь Вот Ну тут Путём бесед Я скажу Не столько Программа Путём бесед Вот С руководителем Хозяйства С С главами районов Ну так вот Относятся Настороженно Ко мне Когда я приезжаю Вот недавно Я в Даровском районе Иду так По коридору Слышу В администрацию? В администрацию Слышу Она приехала Шепоток Ну это Для того Что за полу Она приехала Вот Ну Моральное Они Линько Ланов Приезжай Морально Поддержи А вот В СУНЕ Вот в этой Зуевской Не удалось Клуб отстоять Сегодня я Руководителем Звоню Изумительный Руководитель Сергея Александрович Руководитель Изумительный Всё отстаивает Школу Отстоял ФАП Сделал Вся социалка На нём Сейчас на руководителях Я почему говорю Что они у нас Все выдающиеся люди Много их Очень таких Они всё Держат Мокина Бобина Суна Вот всё Собакина Всё вот это На них держится Главы поселений Тоже участвуют Но Не всегда Там у них Ситуация Очень сложная Экономическая У них мало Среда Они отвечают За очень многое Да Да Обязанности Это им всё Вменено Денег Зачастую Нет на это Всё И вот Получается Такая Безвыходная Ситуация Зачастую Да Безвыходная И руководитель Сергей Александрович Лобанов Это вот Суна Очень хороший Руководитель Он сменил Генералов Там был Выдающийся Руководитель Вот И сейчас Тоже очень сильный Вот Ольга Ольга Николаевна Буквально Минута Ещё Хочу Очень важный Вопрос Просто Для понимания Как известно В следующем году Проект Поддержки Местных Инициатив В Киевской области Будет исполняться Десять лет Десять лет Срок Согласитесь Это уже приличный Вот вы На местах Отношение К ППМИ Видите Жителей Как они Его воспринимают Двоякое Значит Вот Например Семнадцать ППМИ Было В Собакино То есть Они там Всё За счёт ППМИ Сами Собирали Вот И встретила Такую точку Зрения Очень интересную А почему Не государство Всё делает Ага То есть Полностью Да Почему Государство Мы Молоко Производим Зерно Хлеб Всё Дважды Встретила В этом году Вот Отношение К ППМИ Но сделано ППМИ Очень много И по моему Кировская область Одна из таких Одна из ведущих В стране Одна из ведущих В стране Благодаря Никите Юрьевич По этой форме Да Инициативного Бюджетирования Спасибо большое Стекло К сожалению Время нашей беседы Буквально Малую часть Успели затронуть Чтобы как-то Передать дух Дух Деревенский Дух программы Дух дорог деревенских Ещё раз напоминаю Что программа Дороги деревенские Выходит в настоящее время На канале ТНТ 43 регион Есть сайт Программы Выкладывается Каждая программа На Ютьюб Можете заходить Смотреть Можете не привязанным Быть к телеэкрану Спасибо большое Успехов Спасибо большое Успехов И долгих лет Вам спасибо Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому